Первая книга про Альпоминон, глава двадцать седьмая. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по двадцать четыре тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошофа, сын Завдиила. В его отделении было двадцать четыре тысячи. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин. В отделении его был и князь Меклов, и в его отделении было двадцать четыре тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца — Ванея, сын Иодая священника, и в его отделении было двадцать четыре тысячи. Этот Ванея — один из тридцати храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Амезавад, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Заваадия, сын его, и в его отделении двадцать четыре тысячи. Пятый для пятого месяца — князь Шамгуф, израильтянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи. Шестой для шестого месяца — Ира, сын Ик-Кеша, фикоянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи. Седьмой для седьмого месяца — Хелец, пелонетянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи. Восьмой для восьмого месяца — Сувухай Хушатянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи. Девятый для девятого месяца — Авиезер Анафофянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи. Десятый для десятого месяца — Магарай Нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца — Ванея Перафонянин, из сыновей Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца — Хелдай Нетофафянин, из потомков Гофониила, и в его отделении двадцать четыре тысячи. А над коленами Израилевыми у Рувимлян главным начальником был Елизер, сын Зихри, у Симеона — Сафатия, сын Маахи, у Левия — Хашавия, сын Кемуила, у Аарона — Садок, у Иуды — Елеаф, из братьев Давида, у Иссахара — Омри, сын Михаила, у Завулона — Ишмайя, сын Авадия, у Нефалима — Иеремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых — Осия, сын Азазии, у Полукалена Монасиина — Иоиль, сын Фаддаии, у Полукалена Монасии в Галаде — Идо, сын Захарии, у Вениамина — Иоасиил, сын Авенира, у Дана — Азариил, сын Иеррохама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не сделал счисления тех, которые были от двадцати лет и ниже, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисления, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисления в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмовев, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях Иоаннафан, сын Уззии. Над занимающимися полевыми работами, земледелием — Езри, сын Хилуба. Над виноградниками — Шемей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках — Завди из Шефама. Над маслинами и смоковницами в долине — Баалханнан Гедеритянин, а над запасами деревянного масла — Иоаз. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне, — Шитрай, Шаронянин, а над скотом в долинах — Шафат, сын Адлая. Над верблюдами — Авил и Смаильтянин, над ослицами — Ияхтия, Меронифянин, над мелким скотом, и Азиз, Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Энофан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Иехиил, сын Хохмониев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хуси, архитянин, другом царя. После же их Ахитофел и Одай, сын Ванеи и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя. Ахитофел мы гуляемся в команде. Ослицей, как и ситуация, делает рак Sapp, с них было все раздел